Здравствуйте! Я вот сегодня поговорил со своими студентами, и мне интересовало их отношение вот к таким вот вещам сверхъестественным, скажем так, тех, что обычно называют сверхъестественными вещам, ну, таком бытовом уровне. Ну, вот, оказывается, у них это очень в обиходе, на самом деле. Ну, например, вызывать пиковую даму они боятся, а вот что касается вызова матершинного гномика, есть такой, значит, персонаж, нужно повесить на верёвочке, вот так, верёвочка, под ней подвешиваются конфеты, а на одной пишется желание, и под это дело подставляет Стас, и выключает свет. И вот тут вдруг в темноте, вот сидит девочка, ждёт, затаившись, а на одной из конфет она желание написала. И вот тут вдруг она слышит матерную ругань. Всё, приходил матершинный гномик, и, значит, попался в этот вот таз с водой, да, ну, и, соответственно, значит, и смотрит, включает свет, смотрит, какую конфету он трогал, да, потому что эта конфета, само собой, как так, развернута, повёрнута, что-то такое. Ну, вот он потрогал конфету, но не ту, на которую она написала своё желание. Вот, ну, это, конечно, можно к этому как к фольклору относиться, да, согласны со мной, фольклор. Вообще вот тема такая, как мы обычно объясняем привидение. Ну, вот привидение привиделось, да, ну, и я сам так тоже отвечаю. Ну, это просто иллюзия, которую создаёт наш мозг. Дело в том, что мы ведь недостаточно хорошо всё видим, на самом деле. Хоть мы и у нас и стопроцентное зрение, ну, не у всех, не у меня, не у меня стопроцентное зрение. Ну, хотя и стопроцентное зрение у кого-то бывает, но наша система зрения так устроена, что мозгу приходится обрабатывать сигналы и, вот, так сказать, ну, вычищать, как говорят компьютерщики, да, некий фотошоп проводить приходится этим сигналом. Ну, и, соответственно, потому что очень у нас примитивный объектив, однолинзовый, это вообще не знаю, вот самый был простой фотоаппарат в моей жизни, он назывался, так сказать, Юнкор. У него был двухлинзовый объектив, такого рода объектив назывался, так сказать, перископ. Это не путаться с тем перископом, который вот можно из-за забора смотреть или из-под водной лодки. Вот, вот такой примитивный был. А тут совсем примитивный, однолинзовый, строится на каком-то вот там изображении всё время не поймаешь. Надо, как бы сказать, глазом ощупать изображение, да, всё остальное он достраивает. Ну, и мозг говорит, ладно, это не ощупает, я понял, кто это, да, и дальше достраивает образ. Отсюда все эти ошибки, отсюда знаменитое, значит, такое вот крылатое выражение экспертов по криминалистике, и, значит, врет, как все свидетели, да, ну, потому что мы заблуждаемся вот из-за этого достраиваем. Вот так мы однажды достраиваем с перепугу привидения, там, всякие там силуэты и прочие вещи. Это вот так вот считается, да. Потом есть ещё такой пласт явлений, которые остаётся необъяснимыми. Ну, вот, например, совершенно непонятная вещь – сон, да. Вот мы спим, видим сны, во сне у нас какое-то происходит событие, общение с людьми, ну, вот что-то такое. Вот как это возникает? Ну, а мы себе сами дальше уже объясняем. А мы уверены, что вот это правильное объяснение. Это объяснение, которое, наверное, вот сомнологией, по-моему, так называется, наука о снах, вот она его сформировала, да. Оно такое, знаете, вот я физик-ядерщик, да, у нас наука, понимаете, у нас эксперименты, у нас, значит, есть некие такие вот модели математические тех явлений, которые там внутри атомного ядра происходят, или там с элементарными частицами, вот это мы всё такие вот вещи, да. А там что, в сомнологии есть какая-то модель, как это всё описывается, откуда всё берётся? Нет, есть некая такая схема, вот, ну, та же, как психология, вот, один делит там на вот эти вот холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики, да, другой по-другому как-нибудь характер. Ну, в общем, это школа называется, вот школа Зигмунда Фрейда, а вот ещё чья-то школа психоанализа, да, они друг друга, как бы сказать-то, не очень обнимают, да, не очень, так сказать, объемлят, да, вот. Ну, это как-то не представляется как некий такой вот, знаете, как релятивистская механика, она включает в себя нерелятивистский подход, да, вот. Ну, а это вот параллельно существует, и, главное, поописывает одни и те же явления, и на одном и том же уровне. Тут что-то такое выдуманное. И вот, понимаете, в чём дело? Я вам честно скажу, где-то ещё до XVIII века включительно, ни у кого из образованных людей не возникало сомнений, что существует некое вот, ну, сверхъестественное, да, некий потусторонний мир, то, что мы не можем объяснить, то, что лежит за пределами нашего физического познания, да, скажем так. Вот. А ведь в XVII веке ещё, по сути дела, во времена Галилео в Галилее уже появилась и вовсю заработала экспериментальная физика, да. Ну, успехи имела она, большие успехи, барометр, выяснили, что с высотой меняется давление, ну, были конкретные успехи. А вот в части потустороннего мира, как-то никто особо не сомневался. Вы знаете, вот тысячелетия, ну, с лишним существовала так или иначе на тот момент наука, а как бы не два тысячелетия. Но никто не сомневался в существовании потустороннего мира, да, вот, так сказать, сверхъестественного, да. Вот есть вот тот мир, который мы изучаем, и есть другой мир, да. Есть истины, бьющие земли, есть истины, падающие с неба. Вот такие вот примирительные, так сказать, подходы, понимаете, да. И, ну, вот я хочу вам сейчас самое страшное сказать, самое неприятное. Ведь, вы знаете, очень часто у нас бывает такой вот опыт жизненный, который подсказывает вот как раз вот наличие чего-то, ну, необъяснимого, да. Причём это необъяснимое, это не какое-то физическое явление, это какое-то явление, вот, связанное с душевной жизнью, да. Мы вообще не можем объяснить нашу духовную жизнь, не можем объяснить наше сознание, как мы психическую деятельность, мы только описываем её, да, там всякие вот описания есть, есть наука замечательной психиатрии, там, вот, посмотришь в учебнике фотографии разных, значит, пациентов, да, и уже можешь диагнозы ставить, ходить по улице, да, это вот, это вот, а вот это вот, то-то. Вот, вот такие вот вещи бывают на белом свете. Да, ну, так вот, а тут, понимаете, в чём дело? Вот, бывает, люди вдруг просыпаются утром и говорят своим окружающим, ты знаешь, говорит, вот сегодня ночью умер мой, там, родственник, и потом раз звонок по телефону или телеграмма, да, таки да, умер родственник. И, в общем, у многих у нас есть такой опыт жизненный, вот как это объяснить? Такую вот связь, да, ведь никакой телепатии нет, никаких этих брехня, всё это про биотоки, да, какие-то там био, как это, биологические какие-то там волны, биологической энергии, ничего этого нет. Ну, биотоки это в мозге есть, там, да, какие-то электрические сигналы, но это ничего наше станет не передаётся. Вот как это объяснить, кроме как чего-то такого непонятного, сверхъестественного? Вот. И, вы знаете, есть и в физическом мире необъяснимые вещи, которые даже не знаешь, как объяснить. Это вполне макроскопический объект, да, это не как там в квантовой механике что-то такое вот, а макроскопический объект, его можно наблюдать, фотографировать, это называется шаровая молния. Вот её движение совершенно необъяснимо, да, она может двигаться против ветра, вот в какой стати, да, может быстро двигаться, может произвольно менять направление, да, это всё подтверждено, так сказать, наблюдениями, особенно сейчас, в эпоху, когда везде понатыкана, значит, видеокамера, да, вот камера слежения. Вот. Это факт. Вот она не объяснена никак до сих пор, и даже подумать вот о том, чтобы какие-то механизмы могли быть, я не знаю. Вот, может быть, на канале нашем, вот, который называется, который принадлежит СГУ-ТВ, да, там, может быть, стали выкладывать старые-старые передачи из собеседников, да, вот, там были тоже старые-старые передачи из собеседников, там, где ко мне приходили специалисты, как раз изучающие шаровые молнии, и причём, знаете, они как изучают, они физики, да, но для них это изучение как бы за пределами их основной деятельности, да, где-то вот на пограничной, да, или вот чуть-чуть за границей, вот, потому что все эти шаровые молнии, они как даже их не оприходовала ни одна наука, ни одна из наших физических вот дисциплин не оприходовала их, а она сама по себе живёт там, как-то вот, да, и всё, и узнать ничего не знаем мы, да, вот она есть. Так к чему я клоню-то? Вот действительно ли существуют люди с какими-то, вот, как обычно называется, экстрасенсы, да, то есть экстрачувствительные люди? Действительно ли люди предсказывают будущее? Вообще в XVIII веке в этом никто не сомневался. Никто не сомневался. А потом просто у нас появилась вот эта вот наука такая вот, рациональная, когда мы, у нас метод познания стал называться натуральной философией, это со времён Ньютона. А там метод какой? Вот мы должны построить модель, желательно модель, чтобы была математическая, описывалась математикой. Ну, в ту пору это в основном дифференциальные уравнения были, дифференциальные уравнения в частных производных, но потом и другие разделы математики появились. Вот такая математическая модель, чтобы она не просто описывала явление, она чтобы ещё что-нибудь эдакое предсказала, чтобы мы потом могли экспериментально обнаружить. Представляете, да? Вот. Вот этот подход такой был. А вот эти вот явления, которые, вот я как запинаюсь, сверхъестественные, но они за пределами нашей научной деятельности лежат. Так же, как де-факто за пределами лежит явный физический объект, шаровая молния. Вот. Он не наш, понимаете, в чём дело. Есть люди, так сказать, рационалисты, говорят, а это, говорит, там инопланетяне. А это вот тот и тот и тот. Вот они просто лучше нас знают физику, и поэтому вот чудеса всякие творят. Ну, это такой какой-то неправильный выход из ситуации. Не совсем правильный выход из ситуации. Вот. Вот такая вот странная, я бы сказал, ситуация. И вывод-то можно сделать какой? Что нельзя отрицать существование сверхъестественного. Ведь никогда не отрицали раньше. И только вот у нас во времена диалектического материализма, как говорится, да, вот торжества, так сказать, такой догмы, вот стало официально, значит, быть, во-первых, обязан был каждый коммунист быть, член партии, каждый должен был быть атеистом и вести атеистическую пропаганду. Вот это элементы этого самого, так сказать, уставные положения, да, устава Компартии. Вот. То есть, поэтому вот для члена партии окрестить кого-нибудь там, это нет, это должна была бабушка сделать. Но крестили, понимаете? Вот члены партии к этому всё равно относились-то. Для них это было, для большинства это было важнее, чем устав. Вот это вот такая традиция, которая, в общем-то, следовала из неких явно оккультных каких-то вещей. Ну, не хочу говорить оккультных, сверхъестественных, да, вера в сверхъестественное, не просто непознанное, а в сверхъестественное, и вот такое, что вот как-то вот материально непознаваемое. И вот главным свидетельством, на самом деле, это не шаровая молния, а это вообще наличие нашего сознания, потому что его-то объяснить вообще никак нельзя, да. Это вот то колдовство, что постоянно с нами есть, да, наше сознание. Ну, ладно, спасибо вам большое. Вот так, может, лучше смотреть, нет? Не знаю. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня, за то, что помогаете мне материально. Видите, на какие мысли наводит снижение вашего интереса ко мне, да? Вот на такие мысли наводит. Это не кликбейт, это просто вот размышления о жизни, о будущем, да. Бытие и небытие, да. О, кстати, однажды это дело было, наверное, году, сказать не соврать, в 2006-м или 2007-м, значит, в МГУ была какая-то конференция по герминевтике, да, это наука о смысле. И вот я там встретил такого совершенно замечательного философа, я очень хотел его пригласить к себе на передачу «Собеседники», а он уезжал, он был не москвич. И он говорит, вот сейчас, говорит, вот такие вот сложные переномные моменты историки, особенно, говорит, усиливается внимание философии, да. Он так говорит, я говорю, ну как это так? А как же, говорит, вот вопросы бытие и небытие, вот такие вот фундаментальные вопросы, да. Вот, и я тоже вот так вот думаю, бытие и небытие. А что такое бытие наше? Наше сознательное бытие. Вот что такое бытие Вселенной, мы как-то вот можем рассказать. А что такое наше осознанное бытие? Не понимаю. В общем, не забудьте меня поддержать материально. Внизу у меня есть номер моей Сбербанковской карточки, номер счёта Сбербанки, Яндекс.Деньги, Киви, кошелёк, Пайпал. И самое главное, убедитесь, что это всё вы читаете на моём канале внизу. Канал называется «Мой Борис Бояршинов» со дна российской науки. И некоторые ловкие люди меня тиражируют и внизу свой номерочек ставят. Вот так. Ну, спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Всех вам благ. Вот тень скрыла моё лицо и мои глаза. Пока.